Тихое семейное гнездышко для пары из Саратова превратилось в настоящий ад. Семья Качачан приобрела квартиру в центре города почти 20 лет назад. Их все устраивало до тех пор, пока внизу под ними не поселилась пожилая женщина. Внешне абсолютно безобидная соседка превратила жизнь всех обитателей дома в сущий ад. В ситуации разбиралась Елена Губенкова. Я боюсь сюда ходить. Если вот так немного делать, все, она болтается. Расшатать полы и нервы жителей дома новая соседка смогла за пару месяцев. В этой квартире Вайрам женой живут почти 20 лет. Дом старой постройки, но был крепким, пока за дело не взялась пенсионерка, поселившаяся на первом этаже. Сначала спилила канализационный стояк. Ей не понравилось, что он проходил через ее квартиру. Потом решила весь дом оставить без воды. Именно в ее комнате находятся вентили. Она этим начала терроризировать. Все, раз не хотите помогать мне, я вам воду закрою. И она на самом деле закрыла где-то на 2-3 дня. Здесь соседи, шум, гам, начали ее просить, умолять. Без толку. Ну, под конец, не знаю, каким, опять включила. Пожилая женщина разрушает дом и жизни соседей не потому, что невменяемая. У нее есть своя цель. Она уверена, что когда дом рухнет, всех расселят в новые квартиры. И ей не важно, что жилье в собственности, а значит компенсация им не светит. За причиненный ущерб она сама должна выплатить 30 тысяч соседям сверху. Она обязана нормы суда, решения суда исполнить. Она обязана их исполнить. Она должна восстановить свою квартиру полностью. Все перекрытия, все, что по решению суда, то есть все, что доказала экспертиза, показала. Она обязана, не только она. У них солидарная ответственность вместе с сыном, так как они являются сособственниками. А эти кадры сняла жена Вайрама. Когда первую часть долга вычли из пенсии соседки, к ним в квартиру стал ломиться ее сын. Ударил Вайрама, потом взялся за машину. Депошир разбил лобовое стекло и помял капот, при этом угрожая расправой. Ты че оскорбляешь его? Кого? Моего мужа. А какому х**у мою маму оскорбляет? Он... Ты можешь мне сказать, какого х**у? Измотанные соседи не раз обращались в правоохранительные органы и к чиновникам с просьбой повлиять на неугомонную соседку. Но реакции пока не последовало. А семья Кочичанов говорит, что пенсионерка заявила им, скоро подожжет дом и уж тогда получит новую квартиру. Елена Губенкова, Дмитрий Черненков, РЕН-ТВ, Саратов. Дмитрий Черненков.